В поиск браузера вписываем SmartView официальный сайт. Выбираем русский сайт. Тут можно конечно почитать, не торопясь, чтоб лучше понять. Но скачать можно отсюда снизу для Windows или вот отсюда сверху. Абсолютно никакой разницы нет. И вот выполнить или сохранить, сохраняем. Скачивание завершено. Откроем папку. И вот она подсвечена синим SmartView программкой. Можно проверить на вирусы нашей антивирусной программой. Можно не проверять. Безопасно, угроз не обнаружено. Далее устанавливаем программу. Мастер настройки Samsung SmartView. Далее. Принимаем условия лицензионного соглашения. Далее. Папка назначения, куда будет установлена программа. Далее. Галочку обычно убираю в таких случаях. Предпочитаю сам самостоятельно запускать программу с рабочего стола. Все вкладки закрываю. Нужно было это раньше сделать. Вот она ярлык этой программки. Перетащу его повыше. И вот запустили мы эту программку. Вначале нужно подключиться к нашему телевизору. Телевизор должен уже быть подключен к беспроводной сети. Повторяю. Вот он сразу обнаруживает модель моего телевизора. Если у вас три телевизора подключены к беспроводной сети будет, значит выбирайте, какой вам нужно подключить. Ну и перетаскиваем сюда то, что мы хотим посмотреть. Видео, фотографии. Поскольку люди обычно любят смотреть на телевизоре свое видео, снятое на видеокамеру, на большом экране. Вот я специально снял на улице домики деревенские камерой. И сейчас продемонстрирую, как это. Два раза щелкаем левой кнопкой мыши. И вот, справа мы видим, я сделал синхронно. Вот так вот это видит видеозапись видео на телевизоре. Картинка достаточно неплохая. А почему вот так вот плохо показывает у меня снизу? Потому что снималась в плохом освещении непосредственно камера, как это на телевизоре происходит. поэтому, соответственно, вот такая картинка и вышла. Как вы знаете, для камеры, видеокамеры очень важно хорошее освещение. И правильно, чтобы она была выставлена. На улице это сделать легко. А в помещении, если это тем более вечером, видите, темно. темно. Ну и второе. Так же можно нажать. Ну, в принципе, все. У большинства пользователей проблем с установкой, со скачиванием, установкой и использованием программы не будет. Но в то же время найдутся люди, будут комментарии, которые будут говорить, в которых будет говориться, что у них ничего не получается, плохой софт, или, может быть, как-то я плохо что-то им объяснил. Поэтому я хочу еще показать такую вещь вот сеть интернет. У меня в данном случае общественная сеть, но это как бы безопасная сеть. Можно ее изменить на частную. При частной, если мы изменим на частную сеть, у нас как раз будет видно сетевое обнаружение. Лучше, конечно, дома использовать частную сеть. Вот, центр управления сетями и общим доступом. Изменить дополнительные параметры общего доступа. Видите, включить сетевое, она включена. И включить общий доступ к файлам и принтерам. Это при частной сети. При общественной это будет отключено. Но у меня и при общественной сети эта программка тоже работает. Далее нужно перегрузить наш компьютер. Выбрать просмотр наших устройств. Устройства и принтеры. И вот виден мой телевизор. Он должен быть обязательно в виде статуса «Нет подключения», потому что он выключен. Это вот компьютер, монитор и так далее. Все устройства должны быть видимыми. А если у вас телевизор ваш не видим, задумайтесь, почему. Вот, пишите от этого. Когда телевизор подключен к беспроводной сети, то никакого статуса «Не подключен» уже нет. Но телевизор ваш должен быть видимым. Приятного аппетита!